Продолжение следует... 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 А потом у нас есть еще какие-то if true, там, траляля, что-то посчиталось. Оказывается, next, следующий, оказывается, есть такое variable хостинг. Это когда JavaScript берет, анализирует всю функцию и все варчики, назад, назад, все вот эти варчики, оно поднимает наверх в самое начало функции, следующий слой, и объявляет. Вверх поднимаются только definition, но все присвоения и все использования остаются на своих местах. Поэтому, если у нас было где-то здесь b равно 100, то в таком случае будет b равно undefined, потому что здесь b переопределилась. Это так называемая shadow, тень, когда у нас есть две переменные с одним именем, и во вложенном контексте мы видим только внутреннюю переменную, а ту, что выше, не видим, потому что они одинаково называются. Next. Хостинг может добавить много проблем. Например, если у вас там где-то внизу функция болтается if false var переменная равно чему-то там, а потом вы эту переменную не думаете, что когда-нибудь у нее дойдете, потому что там false, но на самом деле она вылетела наверх и будет undefined и принесет вам боли. Поэтому все переменные абсолютно всегда надо объявлять в начале функции. Написали функцию, перечислили все там индексы, i, j, особенно в этих циклах, это капец. Если там где-то в одном цикле var i равно от 0 до 10, и во втором цикле, то потом... Следующее. Функцион хостинг работает приблизительно так же, но чуток по-другому. Вот так мы всегда все писали. У нас есть где-то там внизу файлика функция full, и мы ее вызываем, и все, в принципе, работает прекрасно. Но, следующий слайд. Если мы напишем это function expression, через function expression, то вот это работать не будет. То есть вот этот кусок кода, если взять и запустить, у нас получится... Извините, это не функция, что вы хотите от меня. А потому что? Потому что у нас срабатывает хостинг. Мы взяли definition, JavaScript взял definition, перетащил наверх. Теперь у нас есть просто undefined переменная, мы ее не можем вызвать, потому что она никто. И потом только мы говорим, теперь это и функция. И где-то ниже мы сможем сказать, теперь выполнять. Следующий. Дальше. Вот такая крутая штука. У нас есть цикл от 0 до 2. Мы берем какой-то массив и записываем, добавляем в него логирование переменной i. А потом берем все эти элементы массива, то есть в каждый элемент это функция, вызываем, и получается везде 3. Что за дела? Потому что мышь вроде и плюс плюс. Во-первых, должно быть хотя бы 2. А тут тем более 3 и все одинаковые. Кложерс. Это такая крутая штука, и которая всегда вечно все путает. Замыкание. Это нечто, которое JavaScript помнит контекст, в котором оно существует. И все перемены этого контекста, то есть вот этот блок, он знает о самом себе, о всех переменах, которые окружают, и о значениях. Огонь. В JavaScript все функции, абсолютно все функции замыкания. Единственное различие, что там, где мы явно берем ручками и говорим, что вот ты замыкание, и ты нам поможешь, а в другом месте мы этого не делаем, JavaScript просто оптимизирует код и подчищает память побыстрее. Следующий. Следующий. В другом месте переменная i всегда используется только переменная i, и она инкрементируется. Поэтому, когда мы все три функции поместим в наш массивчик, они все будут замкнуты на переменную i, и они все будут понимать, что она сначала была 0, потом стала 1, 2, и в конечном итоге она стала 3. И последнее все, что они запомнят, это 3. Поэтому, если мы так вызовем, то мы получим 3, 3, 3. Это все вымышленный пример, но на самом деле, если вы повесите там, в цикле будете вешать онклик на 10 кнопок с какими-нибудь там рандомными значениями, то в конечном итоге у вас будет 10 онкликов с последним значением. Вот где кложа. Как это пофиксить? Мы берем просто, создаем другую функцию, в которую возвращаем еще одну функцию, и в нашу последнюю функцию мы добавляем массив. То есть вот в этом, нет, пил, пил. Оп, не, 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 стой, 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 вот здесь, да. На самом деле, что происходит? Мы должны запушить в массив функцию. CreateLogger возвращает функцию. Все логично. Возвратили функцию и запушили. Что происходит в самом CreateLogger? Вот здесь у нас кложа. В тот момент, когда мы возвращаем функцию, переменная x здесь и аргументом в console.log, вот эта кложа запомнит нашу x. Таким образом, когда i будет меняться, кложа все равно на тот i. Ей важна x, потому что это две разные переменные. А x не будет меняться. Поэтому у нас будет 1, 2, 0, 1, 2. Если там что-то непонятно, подходим после, я вам объясняю. Я вам даю ответы. У кого-то были проблемы с this, там непонятно вообще, что откуда берется, и, блин, лучше никогда его не использовать. This определяется, там есть 4 простых права, сейчас вам расскажу. This определяется вызывающей стороной. Вот мы вызываем кого-то, и мы говорим, твой this это то-то. Дальше. Такой пример. Если мы вызываем функцию foo, здесь this будет global. Я не пишу window, потому что часто, ну, чаще всего это будет window, потому что мы в браузере. Но правильнее говорить, что это глобальный контекст, то есть контекст тот, который находится выше, выше функции, которую мы вызываем. Следующий слайд. Если у нас есть какой-то там object-literal, person, у него есть метод getFullName, свойство, функция. И если мы в этой функции залогируем в this, то она будет равна персону. В принципе, все логично. Дальше. Еще раз. Это не так. Почему? Именно потому что определяется вызывающим. Поэтому, если, скажем, взять переменную факс, getFullName. Стой, 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 стой. Вот этот пример, подожди, я тебя понял. Вот этот пример, подожди назад, стой, вот здесь, стой. Вот этот пример. Если мы вот здесь в ниже напишем person.getFullName, вызовем. Просто, я же говорю, person.getFullName, скобочки, открыли, закрыли, поставили точку запятой, в конце лог запишется person. Это все работает, согласен. Я тоже, отлично, дальше. Вот здесь, о чем говорит наш супер понимающий товарищ. Если у нас есть этот object person, у него есть getFullName, и мы взяли этот getFullName, записали в другую переменную, ну, чтобы там, может, меньше букв, и вызвали нашу новую переменную, то опачки, там уже global. Потому что вот этот референс на ссылку, он меняет контекст, то есть меняет this, и у нас уже там не будет person, у нас уже будет непонятно что. Дальше. Это так называемый softbinding, когда мы неявно можем что-то там случайно поменять, и если мы знаем хорошо, если не знаем, будут проблемы. Еще есть hardbinding, когда мы четко можем управлять контекстом. Следующий. Это callapply и bind. Callapply одинаковые, принимают через запятую параметры или массивом. Bind возвращает новую функцию. Следующая. Надеюсь, все знают, как она работает. Вот вам четыре правила this, и там нужно четыре раза будет. Первое. Опа, назад, назад, назад. Первое. Если функция вызывается оператором new, то this – это сама функция. То есть если мы пишем var person равно new person, то this в этом person – это его объект. Дальше. Если функция вызвана с помощью callapply binding, то this равно тому контексту, который мы передаем. То есть мы можем сказать function.apply, первый параметр будет тем, что потом станет this. Следующее. Если функция вызывается в контексте объекта, то this равно объекту. То есть person.getful name, скобочками, this будет равно персону. Следующее. Во всех остальных случаях this равно глобальному объекту. Кроме strict mode. Strict mode – это когда мы пишем в кавычках в начале функции или в начале файла use strict. Здесь this будет move, а не global. Ну, но не знаю, как где, линтеры пропускают, но браузеры могут работать с strict mode по-разному. Поэтому на свой страх и риск. То есть если вы линтите файлик, то можно писать use strict, и линтер там по-хорошему все сделает. А если вы пишете strict mode и надеетесь на сам браузер, то надо быть осторожным. Если кому-то вот что-то вот хочется прям понять, потому что это, ну, в принципе, база, то welcome. Считайте script. Все правильно. Если хотите вообще в всем разобраться, спека, спека вы наш лучший друг. Да, ну там вот так с теми же сравнениями там все вполне прекрасно расписано в скрипте, потому что приведение типов как бы там отдельные. Да, да, да. И я вообще этот доклад готовил у нас на работе, то есть внутри там компании. И у ребят пишут там на C-шарпе и правят JavaScript, и CSS, и все подряд. И то есть там знаю, тут знаю, загуглил, есть такой RFO, скопипастил. И я нашел статью, где вот там, если слева в объект, у него там полноуние звезды сошлись. Да, 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 да. Лучше прочитать информацию. Хорошо.